Герой сегодняшнего эфира человек с большой буквы, ведь он помогает обрести то, чего не купишь за деньги. Это здоровье. А еще совместно со своими единомышленниками они открыли первую в Кыргызстане клинику нейроэндоскопии. Как ему это удалось, о чем мечтает и какие планы на будущее у врача-наэрохирурга Бакыта Турганбаева, вы узнаете из сегодняшнего эфира. Стать врачом желание у меня появилось уже в школьные годы, когда еще был школьником. Очень увлекался я биологией, ходил на кружки. И в 96-м году я поступил в медицинскую академию. Просто вот приехал в Бишкек, сдал экзамены и получается я прошел. Хотелось бы, естественно, своим профессионализмом, своим умением помочь нашим гражданам, нашей республике получать такие высококвалифицированные медицинские помощи, как и за рубежом. Но здесь у нас, в родине. Если вот твои больные получают здоровье, они возвращаются в обычный ритм, конечно, мы чувствуем чувство такой удовлетворенности, что ты нужен своему народу. Ты помог одному человеку обрести какое-то счастье. Остеохондрозом позвоночника, они не нуждаются в хирургическом лечении. Есть конкретная градация больных, которых, первое, надо лечить консервативно, а вторая группа, если у них есть четко показания к хирургии, сейчас которые мы уточним, необходимо рекомендовать хирургическое лечение. Наших специалистов мы можем обучить до необходимого уровня. Самое главное, если у специалиста есть желание научиться к чему-то или добиться в жизни чего-то, или продвинуть какое-то дело, у них это, конечно, получится. У сегодняшних наших клинических ординаторов, нейрохирургов, у них, я думаю, большой интерес к этому направлению медицины. Почему? Потому что я вот со студенческих скамей, я их помню, они приходили на научно-студенческие кружки, участвовали в международных конференциях, и сознательно они стремились к этой профессии. Могу сказать, что это одна из сложных направлений нашей медицины. Умение доходчиво объяснить не только, доступно объяснить нам и объяснить пациентам. Вот это уникальная черта преподавателя, когда мы и студенты, и ординаторы понимаем всё до такой степени, и даже домой приходим с желанием дочитать то, что он нам объяснял. Передать свои знания будущим специалистам – это важная задача для Бакатбека Турганбаева. Поэтому, несмотря на отсутствие времени, а порой сил, он преподает ординаторам и верит, что в скором будущем они станут настоящими специалистами и внесут свой вклад в развитие отечественной медицины. Бакат Юла Шпекович работает у меня изначально. Он засветил гандарскую диссертацию и завершает свою докторскую работу. В будущем, я думаю, скоро будет он доктором наук. И он обладает очень большим человеческим качеством, профессионал большой. Поэтому он работает у нас с доцентом, руководит науку, учебный процесс. И одновременно ещё и лечебным делом занимается. На него полностью я могу положиться во всех делах. А это проходит приём пациентов. Нам посчастливилось попасть на приём пациентки, которые провели сложную операцию на головной мозг полтора года назад. Здесь была операция по поводу удаления опухоли мозга, гипофиза, аденома гипофиза. Без трепанации черепа мы удалили через нос. И это было полтора года назад. Получается, местные врачи вначале лечили, беспокоила головная боль, Начали увеличиваться черты лица. То есть мы видим остаточные явления. Увеличился нос, увеличится верхняя и нижняя челюсть. Она ещё затруднялась дышать, потому что язык был огромного размера, что трудно было даже его поместить в ротовую полость. Мы думали, что операцию будут делать, вскрывая черепную коробку. Тогда мы встретили в Ахтбаке и поехали с ним в клинику. Нас подготовили. Операцию делали 2-3 часа. На следующий день мама уже встала и уже тогда почувствовала себя лучше. Через пару месяцев лицо, руки стали уменьшаться. Сон нормализовался. Затем через год мы сняли томографию и нам сказали, что всё хорошо. Скажите, тяжело ли быть врачом? Для кого-то можно и сказать, что считают, что эта профессия очень тяжёлая. Но человек, который стремится и работает в этой сфере как бы желанием, конечно, это даётся легко. И можно что-то делать, добиваться, находить, выходить из ситуации и помогать. Вам легко? Мне, честно говоря, легко. Стараюсь ещё есть моменты, это надо честно сказать, ещё пока недосягаемые, но стараюсь, чтобы тоже достать вот эти уровни и сделать что-то. Значит, вы работаете с большим желанием. Да. Эта профессия, вы не ошиблись? Выбрал профессию? Нет. Я выбрал тот путь, мою стихию, где мне комфортно, хорошо и интересно. С какими сложностями сегодня сталкиваются врачи? На сегодняшний день наша отечественная медицина, конечно, находится в кризисном периоде. По советскому периоду было уже снижение обеспеченности медицинских учреждений необходимыми оборудованиями. У наших врачей знания есть и хорошая наша кыргызская медицина, школа кыргызской медицины, она находится на очень высоком уровне. Специалисты есть хорошие, специалисты высококвалифицированные, узкоспециализированные, их очень много. Единственное, что у нас нет, это оборудование. Скажите, а вот вас же тоже приглашали за границу работать. Почему? Вы не согласились? Почему вы сегодня работаете здесь? Да, совершенно верно. У меня был вариант, пригласили в Турцию работать врачом-наерохирургом. И был у меня второй вариант, как бы остаться здесь, получить за границей навыки, все необходимые, и служить своему народу. И благодаря тому факту, что мы со своими руководителями, нашим учителем, Миталем Помудовичем, Кениш Бакирбовичем, часто выезжаем за границу и выйдем своих соотечественников, которые получают там специализированное хирургическое вмешательство. И столько случаев бывает, они рассказывают про свое горе, при этом теряя колоссальное количество времени и денег, и нервов. И мы пришли к тому мнению, а что если мы развернем проект по предоставлению доступной медицинской, высокотехнологической медицинской помощи у нас в стране? Мы подумали, решили, собрались и написали проект. Предложили этот проект, некоторые инстанции не смогли обеспечить такой технологией. И нас поддержал частный инвестор. Мы привезли этот аппарат, поставили у нас в республике, и мы осуществляем сейчас вот такую высококвалифицированную медицинскую помощь нашему населению. Нашим телезрителям покажете? Расскажете? Естественно, с удовольствием. Ну а сейчас я предлагаю отправиться в медико-оздоровительный центр Койташ и самим лично ознакомиться с этим проектом. День в среднем до Сюдова, от города до нашей клиники, составляет 16 километров. Вот каждый день мы ездим. В принципе, для нас уже вошло в привычку, для нас особо недалеко. Во-вторых, эта местность относится к Среднегорию, составляет 1300 метров над уровнем моря. Это самая такая оптимальная высота, хорошая для реабилитации больных. Очень хорошо для больных с патологией центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, легочной и сердечно-сосудистой системы. Редактор субтитров А.Семкин Еще совсем недавно высокотехнологические операции в области нейрохирургии в Кыргызстане были невозможны. Сегодня все изменилось, и это не без участия Бакета Турганбаева. Под четким руководством его наставников идея создания клиники нейрохирургии и эндоскопии стала реальностью. Средний Васильевич, как Ваше самочувствие? Ольга, спасибо. Значительно лучше. У Вас здесь очень хорошие сотрудники. Золотые руки, светлая голова и главное оборудование тоже. Но я уж не говорю о просторах чистого воздуха, которые, наверное, только здесь есть в Пайтаже. Хотя мы от города всего лишь несколько километров. Здесь у нас кабинет лазеротерапии. Здесь наши больные получают лечение при помощи терапевтического лазера. У лазера перспектива очень большая, очень большой спектр его применения. А в чем уникальность? Уникальность в том, что он не инвазивный, то есть нет чего-то вводить в организм. Во-вторых, он безвредный. В-третьих, процедуру можно легко провести. И далее, что мы получаем хорошие результаты. То есть лазер, он глушит именно вот этот воспалительный процесс в организме или какие-то процессы новообразующие. Их тормозит и создаёт благоприятные места для их регенерации или восстановления. Это наши столовые. Наши больные спускаются здесь, завтракают, обедают, ужины. Для них разработаны специальные медицинские столы от первого до пятнадцатого стола. И по необходимости наши врачи назначают конкретный стол, и больные спускаются здесь, кушают. Здесь вот, кстати, лечебные травы. Это наш фитобар. И помимо нашей западной медицины, мы ещё внедряем сюда восточную медицину, часть которого входит вот эта фитотерапия. То есть это некий микс такой, восточная и западная медицина. Это сочетание восточной и западной медицины. И мы считаем, изучая именно путь западной медицины, мы приходим к тому выводу, что необходимо надо сочетать восточную и западную медицину. При этом мы можем получить более стойкий, хороший эффект от проведённого лечения. Вот, допустим, вот роза тонизирующий и омолаживающий. Естественно, здесь содержится очень большое количество антиоксидантов. Есть витамины, которые обладают тонизирующим и омолаживающим эффектом. Так как антиоксиданты в организм поступают, они продлевают жизнь наших клеток, и придают такой омолаживающий эффект. Например, кинкобилоба – это очень хороший стимулятор. Можно применять больным с патологией центральной нервной системы, улучшает мозговое прообращение, улучшает концентрацию внимания. В день мы примерно употребляем половину стеклянного сосуда. А где растёт это растение? Мы специально заказываем. То есть здесь, в Кыргызстане, его нет? Есть, но он доставляется по спецзаказу с Китая. Клиника начала принимать пациентов в 2013 году. Но до открытия клиники была проделана колоссальная работа. Написание проекта, поиск инвесторов и притворение проекта в жизнь. И это того стоило. Ведь теперь нет необходимости ехать за границу, чтобы получить высокотехнологическую операцию. Не нужно тратить время, силы. А самое главное, это не требует больших финансовых затрат. Мирно-реплексотерапия и восточная медицина. Здесь как раз наши больные получают игло-реплексотерапию по поводу конкретного заболевания. То есть это уже восточная медицина? Да, это уже относится к восточной медицине. Сколько Вы уже практикуете здесь, допустим, иглотерапию? Мы уже как от начала составляют на сегодняшний день уже полгода. До этого мы были в разработках, в внедрении. Здесь наши больные проходят саннообработку. То есть мы, тех больных, которые идут на операцию головного мозга, мы волосы не сбриваем. Здесь перед хирургическим вмешательством проходят они специальную обработку и проходят дальше в операционную голову. Это наша операционная, рассчитанная на два опер-стола. Мы пока функционируем одним операционным столом. У нас имеются самые передовые технологии оснащения, которые поступили в нашу страну. Это у нас рентген-хирургическая установка со множеством его программ и возможностей. При помощи этой рентген-хирургической установки мы можем следить за ходом операции, где мы локализуемся, в какой части черепа или мозга мы находимся, локализовать свое месторасположение. В этой стойке укомплектовано много оборудований. И это оборудование у нас универсальное. Смело можно его использовать. И при этом, я думаю, что он не потеряет свою актуальность в ближайшие 10 лет. Насколько мне известно, зарубежные коллеги ваши, они уже давно используют такую технику. Почему Кыргызстан вот только лишь недавно? И как вообще у вас возникла эта идея? Эта идея возникла как раз у нас, когда мы были на сожировках в Европе. Мы встретили своих граждан там, которые нуждались именно в такой высокой технологической операции. И были моменты, были слезы на глазах у наших граждан. Человек, оказывается, он начинает ценить свой народ и своих сограждан, когда находятся вдали от родины своей. И у нас было такое мнение и стремление помочь нашим гражданам, чтобы они не ходили так далеко от нашей страны, чтобы не тратили такие баснословные деньги, чтобы они не продавали из-за такой болезни все свои недвижимости и имеющиеся все средства. И мы вот с нашими учителями, Миталит Мамуитовичем, Кенешбек Бакирбачем, мы сели и подумали, может, стоит развернуть какой-то проект, по линии которого мы эти оборудования, которые стоят в Европе, которые сто лет уже их истории использования, применить у нас в стране. Почему? Потому что мы умеем, владеем этой техникой, работаем в Европе, в стране у нас только его не было. Вот и написали проект. И у государства не было денег, и обратились, конечно, мы нашим спонсорам отечественным, которые помогли, и мы реализовали этот проект. Довольны ли вы тем, что вам удалось на сегодняшний день достичь? Я могу это сказать, что удовлетворен частично, потому что есть еще планы, не надо на этом останавливаться, много еще новой техники надо завести нам, много новых направлений нам надо развить. Медицина каждым днем, она развивается еще большой скоростью, с большей интенсивностью. Сложные болезни тоже увеличиваются, поэтому нам необходимо еще в дальнейшем двигать вперед. В планах у нас внедрение эндоваскулярной хирургии, это очень перспективное направление, когда больному с опухолью или какой-либо патологии сосудистой нет необходимости его оперировать. Можно через сосуды зайти стентом, перекрыть питающую артерию опухолей или конкретный сосуд, и больной идет домой. Это очень хорошее перспективное направление. И второе – это радиохирургия. Это лучевая хирургия. Здесь используется гамма-нож или кибер-нож, называется гамма-найф или кибер-найф. Это очень высокая передовая технология, его нет по Средней Азии. Есть в Москве и в одном федеральном центре в России два оборудования, гамма-найф, а кибер-найфа вообще нет. Это оборудование нацелено на то, что точечно он облучает опухоли в разных отделах, участках и органах человека. Пять сеансов, нет никаких вмешательств. Эти новые технологии, они у вас в планах? В планах есть, конечно. Здорово было бы, если у нас в стране заработает такая пора. Ну а снова все упирается в финансы? Естественно. Проблема только будет в финансы. А вот на ваш взгляд, в чем вообще сегодня проблема нашего здравоохранения? Какие основные проблемы вы видите и как вы считаете, можно ли их вообще как-то решить? Проблему можно решить. Есть выходы. Здесь необходимо, надо развернуть полномасштабную такую, можно сказать, или программу, которая будет направлена на взаимодействие государственных и частных медицинских клиник на основе государственного частного партнерства. Можно сказать, что частные клиники сегодня по сравнению с государственными эффективнее справляются с задачами? Получается так. Разница получается для больных в цене медицинских услуг. У государства можно пролечиться дешевле, но при этом не хватает полноценных оборудований, помещений и так далее. А в частных медицинских центрах они оснащены по современным требованиям и у Минздрава есть конкретные четкие требования, что должно иметь, и по САМПИНу, что должно соответствовать. После этого только они выдают лицензию. Поэтому здесь условия и персонал, требования персонала, который установлен Минздравом, он четко работает. И, естественно, эффективность частных клиник, конечно, на сегодняшний день больше. Доступно ли сегодня простым гражданам здесь сделать операцию, допустим, о которой мы сегодня говорили, опухоль головного мозга. Сколько она стоит? Мы именно, наш финансовый отдел провел конкретный расчет, сколько уходит расходного материала данной современной технологии. И плюс к нему сделали надбавку для оплаты аренды, для амортизации и обеспечить сотрудников заработной платой. При этом получилась сумма, которая, она где-то в 20 раз дешевле тех операций, аналогичных, которые делаем мы от наших европейских расценок. То есть, если в Европе трансназальное, трансфеназальное удаление аденома гипофиза стоит около 28-30 тысяч евро, здесь может быть стоить в районе может быть 2 тысячи или 3 тысячи долларов максимум это. Поделитесь с телезрителями каким-то секретом вашего успеха. Ведь, наверное, помимо каких-то определенных навыков, ну и помимо удачи есть еще что-то? Да. Во-первых, я думаю, надо быть человеком, как наш Чингиз Айтматов говорил, человеком быть хорошо, а вот каждый день быть человеком это очень сложно. Надо оставаться человеком, первое. Во-вторых, у человека должно быть конкретно цель, к чему он должен достичь. И каждый день неустанно хотя бы делать один шаг. Хотя бы делать хоть один шаг. Сколько вышли к своей мечте? Допустим, вот к этой. Мечта клиники у меня в голове родилась она еще в студенческое время, но конкретно уже проектом начал заниматься в 2010 году. И открытие состоялось в 2013 году 7 декабря, то есть 3 года. Ну, срок довольно маленький для реализации такого большого проекта. Будем надеяться, что впереди у вас еще очень много планов, которые обязательно сбудутся. И хотелось бы отметить и вам сказать огромное спасибо за то, что это проект действительно значимый, значимый для простого народа. спасибо. Это сооружение видимо здесь построено было не зря. Китайский колокол, говорят он исполняет мечты. Представляю сколько пациентов с клиники приходили сюда и просили о самом главном здоровье. Пользуясь случаем загадаю желание и я. Пусть как много больше в нашей стране будет таких прогрессивных людей, как наш сегодняшний герой. герой.